Важная тема, и я благодарю Ирины Николаевны за такую работу, которую она провела в организации данного круглого стола. И крайне интересные познавательные выступления открыли круглый стол. Ну вот, Александр Григорьевич сказал вот эту дилемму, да, про Питер, Москву, в Питере больше травматизма. Вот ровно лето мне на мое обращение ответил департамент, не просто департамент, а руководитель департамента, значит, какого там, жилищно-коммунального хозяйства, да, Касан Гаджиев. Вот, он написал, что если вот ту гадость, которую мы не будем, ну он ее так называет, это мы ее так называем, просто речь, не будем сыпать на улицах Москвы, Ну, за ее густым слоем, который мы все наблюдаем, когда выходим на улицу, в любой точке города, то тогда, вот цитирую, запрет на применение ПГМ на территории города Москвы может повредить значительный рост случаев травматизма граждан и увеличения дорожно-транспортных происшествий по причине зимней скользкости. Вот, скользкость, интересное слово. Вот, он же мне пишет в начале своего письма, ответа на мои запросы, о том, что до 93-го года в Москве использовалась песково-соляная смесь, что повело к повышенному загрязнению асфальтобетонных покрытий, тротуаров, газонов, а также засорению городских водосточных систем. Вот, я, честно говоря, может, я слишком молодой был, но я что-то не помню, что-то, какая-то была проблема с обувью, так, может быть, может, у меня скирос, я не знаю. Вот, а сейчас все это есть. Вот, я это по своим ботинкам, конечно, очень хорошо чувствую, так же, как и все, что ходят по территории нашего города, подчеркиваю, в любом месте, везде толстый слой насыпан. Вот это еще вопрос. Хорошо, ладно, но это все используется, иначе будет травматизм. Но вы не можете так, можете не так густо сыпать хотя бы, вот, не так, не такими вот мощными мазками. То, что занимаются этим, естественно, гастарбайтеры, да, а у них чувства меры вообще отсутствуют, потому что они никак не отвечают за то, что они сыпнут, за объемы там и за все прочее. Теперь еще вот хотел подчеркнуть тот момент, который сказал Александр Григорьевич о том, что Москва самый агрессивный, вот, в смысле воздействия городского хозяйства на здоровье, экологию и так далее, город. Я хочу вот привести последние цифры, которые я вычту два дня назад, что Москва самый, не самый, неправильно, Москва занимает 167 место в рейтинге комфортности городов мира. 167 место. Я когда это прочитал, я сразу полез смотреть, а какое же место по размерам бюджета Москва снимает. Вот. И, ну, не буду загадки загадывать. Второе. После Нью-Йорка. Вот, поставьте эти две цифры, и ответ на ваш вот риторический вопрос, Александр Григорьевич, будет получен. На что идут деньги? Вот на то, чтобы было агрессивно. На то, чтобы травить всех и вся подряд. Вот на это идут деньги. Да. Может быть, не сознательно, специально. Но так получается, что все решения, которые принимаются, мы можем в области комфортности, конечно, провести еще и массу других параметров, помимо экологического вреда. Да. Вот. Они так все делаются. Ну, и логичный вывод, как же с этим быть? Конечно, хотелось бы... Наверное, еще будут доклады о том, какие альтернативы есть, помимо гранитной крошки, помимо просто песка, который где-то употребляется в разных... Есть еще такой метод новейший. Я о нем слышал, ну, читал где-то в новостях. Подогрев дорог, например, есть. Вот. Дороги просто греют зимой. Как еще? Может быть. Но уже в Голландии почему-то этим занимаются. Они, наверное, еще не догадались, что-то еще хуже. Они их еще, наверное, ожидают позднее прозрение на эту тему. Но там этим уже занимаются. А в Москве зимний сезон побольше, чем во всех этих городах. То есть экономические эффекты гораздо лучше бы. Я не к тому сейчас призываю, что давайте все подогревать все дороги. Нет, конечно. Просто способы разные. А еще и хорошо. Самый экологически чистый способ это гастарбайтеры. Те же самые. Вот. Или просто дворники, между прочим. Вот в советские времена ничего не сыпали, по-моему, какие-то вот глубокие. Там просто дворники все чистили. А их было в десятки раз меньше, чем сейчас на улицах Москвы. Я к чему все вклоню? Да, Москва. Меньше. Да. Вместо Москвы существенно меньше было, конечно. В этом вся проблема. Вот. А не в том, что раздутые штаты, в которых, значит, получают они там 10 тысяч, а в ведомости за них кто-то еще расписывается, потому что они сами не умеют по-русски расписываться за счет 50 тысяч. Вот. Вот это не имеет значения, конечно. Главное, что Москва была меньше. Вот. К чему я клоню? И вот на этом хочу. Вот вторую часть своего выступления. Ну, тема, то есть много муниципальных депутатов. Вот передо мной Андрей Морев сидит. Вот. Вы тоже муниципальный депутат. Да, давайте антик, кто-нибудь. Антик сидит здесь. И давайте зададим вопрос. А почему вообще, вот, отвечая на вопрос, почему у нас 154-е, 167-е место по комфортности? Это же означает, что у нас еще более глубокое место по эффективности городского управления. Оно, я думаю, там совсем, его даже не приводят, наверное, чтобы не позориться. Я думаю, оно еще ниже. А я отвечаю на этот вопрос очень просто. Вопрос состоит из одного слова. Централизация. Все решения принимаются в одном центре. И контролируются из того же самого центра. И в этих условиях невозможно заниматься ничем. Что требует той детализации, которая прописана в первом пункте резолютивной части. Вот. Резолюции круглого стола. Вот этот запрет на территориях образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, детских, спортивных площадок и так далее. Вот представьте себе, как это все можно контролировать через вот эти надзорные органы, которые сегодня отвечают за данный контроль на территории Москвы. Это никак, в принципе, это невозможно. Вот. И второй вопрос, связанный с этими самыми антиголоволюдными материалами. А почему везде одинаково все решается? Ситуация-то разная. Разная улично-дорожная сеть, конфигурации разные. Разные размеры зеленых зон. Есть районы, которые просто полностью, практически прилегают к зеленым зонам. Есть районы, где наоборот зеленых зон нет. Вот. И в каждом из этих районов надо заниматься тонкой настройкой в зависимости от финансовых возможностей. Я к чему подвожу? К своему любимому выводу о том, что вообще-то этими вопросами должно заниматься местное самоуправление. И вопросами применения антиголоволюдных препаратов, вернее, этих самых материалов, конечно, тоже одно должно заниматься. И, кстати, по федеральному закону оно этим и занимается в других регионах Российской Федерации. Вот. Поэтому то, что я вот услышал в этих выступлениях является лишним подтверждением для меня. Потому что, надо необходимо срочно разрабатывать законодательную инициативу, касающуюся изменения федерального закона, в котором необходимо четко прописать, что такое единство городского хозяйства. Вот мы вместе с Еленой Сергеевной Морозовой такую инициативу уже начали разрабатывать. Я надеюсь, что когда она будет готова, мы сможем организовать подобный же круглый стол и пригласить сюда не только специалистов, но и по многим другим сферам. И с ними вместе четко определить, чем может в Москве заниматься местное самоуправление. Чем больше вопросов оно возьмет на себя, тем меньше у нас будет проблем. И не только с экологией, и не только с загрязнением почв и всего прочего. Но и с коррупцией, между прочим, тоже. Но и со многим другим. Спасибо большое.